Всем привет! Это Светлана, вы на канале Редактура или Жизнь, и сегодня я снимаю для вас большие книжные покупки. Очень надеюсь, что получится уместить их в один файл. Если вдруг нет, я разобью эту запись на две части, конечно же, никто не должен страдать от количества купленных книг, а наоборот, от этого стоит получать только удовольствие. Поехали! 2019 год, я очень-очень надеюсь закончить с меньшими хомячьими запасами, чем закончила 2018. Это было просто какое-то огромное скопление книг, я на него смотрю даже с некоторым ужасом. И поэтому всеми лапами стараюсь покупать меньше, поэтому видео о покупках будет выходить меньше, и буду рассказывать за большие промежутки времени, как вот сегодня выходит видео за квартал. И первую книгу вам показываю. Собственно, я не говорила в моем видео о самых ожидаемых книгах 2019 года. Вот это Яцепдука «Идеальное несовершенство». Вся прелесть ее была в том, что не успела я отснять то видео, как она уже вышла. То есть ждать ее по факту даже не пришлось. Необычная фантастика о далеком будущем, когда человечество уже, в общем, мало напоминает привычное нам человечество. И находит остатки очень древней экспедиции, близкой к нашему времени, в которой неожиданным образом уцелел один человек, которого нет в списках участников этой экспедиции, который не помнит, что он вообще там делает. И помимо того, что он пытается разгадать загадку своего пребывания, он рассказывает нам, его глазами нам показывает вот этот вот мир будущего. Яцепдука – известный польский фантаст. Книга обещает быть зубодробительной, как я уже рассказывала в том видео, вплоть до того, что даже придуман свой язык. Не язык, а придумано специальное окончание для среднего рода. Следующую книгу я радостно побежала покупать, и у меня только одна претензия к автору, правда, большая. Но вот зачем так обманывать Алексей? Алексей, это нехорошо. Книга называется «Почти 2 килограмма слов». Вы видите ее размеры вообще? В ней 300 грамм. Я пришла домой, это разочарование даже в весы достало. 300 грамм вместо 2 килограмм. Алексей, давайте выпустим еще продолжение. Надо добрать до 2 килограмм. Итак, это книга Алексея Поляринова. Для тех, кто совсем не знаком с ним, то это один из двух переводчиков «Нашумевшие бесконечные шутки», которая, наконец-то, вышла на русском языке в конце прошлого года. Алексей сам писатель, помимо того, что переводчик. И он выпустил вот этот вот маленький сборничек эссе о писателях. В основном о современных нам. И это очень здорово. Я обожаю книги писателей о писателях. Это прям такая вкуснотища, на самом деле, встречающаяся не очень часто. Здорово, что у нас их становится больше. У меня в сегодняшней подборке их сразу 2 или 3 таких книг. И я обожаю читать именно, как писатели пишут о других, потому что каждый видит что-то свое. И чаще всего, чтобы приятно, писатели пишут о любимых писателях. Я не видела, чтобы писатели писали о ком-то, ну, знаете, «О, ну я его отнимать не могу, но я так и буду напишу о нем что-нибудь». Нет, критики пишут, журналисты пишут. Это понятно, о ком скажут, о том и пишут. А писатели, они пишут о тех, кого любят. И поэтому я предвкушаю, как буду это читать. Это должно быть очень здорово. Среди прочих имен здесь, конечно, Дэвид Фостер Уоллес, но помимо Филипп Дик, Олдос Хаксли, Джулиан Банс, Кадзоя Сигура, Хани Инагихара. Должно быть невероятно интересно, всем рекомендую. Следующую книгу я не знаю все еще, насколько это был разумный поступок. Я показывала «Латунный город», Ченнон Чакраборти. Дело в том, что я уже накупила в 2018 году много фэнтези с восточным колоритом. Внезапно, да, если вы следили за новинками, то знаете, что у нас внезапно появился нефритовый город, такой город, дети крови и костей, АДМИ. Ну, в общем, хлынула волна очень интересного, необычного фэнтези, беспривычного нам средневекового европейского сеттинга. Это круто. Но когда уже вышел «Латунный город» изначально, я такая думала, ну хватит. Типа, уже столько купила, надо подождать. Но мне хороший знакомый сказал, что книга годная. И я все-таки решила, сгорел сарай Гори и Хата, куплю и «Латунный город» про девочку Нари, которая живет в Каире, понимает язык животных, ее раны самые стеляются, но при этом в магию она не верит. Такая своеобразная девочка. И попадает в Дейвабад, в город, где живут джинны и фриты, и, очевидно, ждет ее много приключений. Вместе с Дукаем я изначально планировала в январе покупку всего двух книжек на самом деле. И второй был Джеймс Айлингтон и его «Тень ушедшего». Уже появились рецензии на эту книгу, и большинство сходится на том, что это достаточно канонная фэнтези. И у меня ощущение, что я, возможно, немножко соскучилась по канонному, потому что необычного много. Многие хотят как-то выделиться. Но хотелось бы и чего-то привычного, что ли. Это история о мире, где существует магия авгуров, магия предсказания будущего. И, собственно, эти авгуры с помощью нее и правили. А потом что-то пошло не так. Мне очень интересно, как именно осуществлялось правление с помощью предсказания будущего. Как этот мир живет без авгуров, да, после того, как долгое время был под их владычеством. Ну и посмотрим, чем это все закончится. Следующую книгу тоже подсказала мне как раз Аня с канала Bookspace. Я сразу же побежала покупать, потому что, как вы знаете, книги по литмастерству это мой конек. От идеи до злодея учимся создавать историю вместе с Pixar. На самом деле меня здесь особенно интересует тема про злодея, потому что про это часто забывают, в принципе, когда пишут книги для писателей. То есть говорят, что антагонист должен препятствовать достижению главным героем, его цели. И у него должна быть своя мотивация. О, классно. В основном это то, что мы получаем про главного гада или главного нехорошего. И очень интересно, что будет в этой книге. Возможно, они как-то все-таки развернут эту идею. Я не то чтобы фанат прямо мультиков от Pixar, и не могу сказать, что я их все смотрела, но знаю, что это круто. Корпорация монстров, например, один из моих любимейших мультфильмов на все времена. Многого я не жду. Я как человек бывалый, я знаю, что такую толщину, реально огромный пласт по литмастерству не вместить. Даже если очень хочется. Я знаю, что у Ани на канале был обзор. Но это была уже после того, как я купила книгу. У нее был обзор, и она жаловалась, что в книге нет графиков и схем. И опять же, как бывалый человек, скажу, что графики, схемы в книгах по литмастерству – это классный бонус. Ждать их не стоит. Чаще всего они выглядят именно так, как выглядит книга от Pixar. То есть там чистый текст. Если внезапно у писателя, как у Уолдерсон, или у Хорвица, или еще у кого-то есть наглядное графическое отображение мыслей и структуры, то это вау-вау. За этой книгой нужно бежать и прижимать ее близко к сердцу. Насколько интересная получилась книга от Pixar, я скоро узнаю. Справедливости ради скажу, что из 20 книжек, которые сегодня планирую вам показать, все-таки 3 книги, даже 4 книги – это подарки. Подарки не считаются. То есть на самом деле за квартал я купила 16 книг. И если мы аппроксимируем, как инженер я очень люблю аппроксимировать, то получится, что, в общем-то, должна я уложиться в 40, и, может быть, 40 чуть-чуть плюс книг в год. Это существенное уменьшение по сравнению с 2018. И, как вы могли видеть в моем видео про посылку вокруг света, книга вокруг света, замечательный проект. Еще раз спасибо Даше за то, что дала возможность в нем поучаствовать. Мне приехала 13-я сказка Дианы Сеттерфилд, которую я в любом случае собиралась читать. У меня она была уже в электронном виде, но в бумажном виде я определенно дойду до нее быстрее. Предвкушаю магию, викторианство, книги. Это должно быть невероятно интересно. Я слышала очень разные на нее отзывы. Они меня вообще ни разу не отпугивают. Это должно быть в чем-то точно мое. Я в это глубоко верю. В том же проекте мне приехал Ричард Маттессон и его Я-легенда. Эта книга была у меня в списке на Live Libby. Она была там по одной единственной причине. Литрес, сервис электронных книг, мне все время подсовывал ее в рекомендуемых. Прям с настойчивостью, достойной Авгура. Он подсовывал мне Я-легенду, уверяясь, что я должна ее обязательно, обязательно я должна ее прочесть. И я занесла ее в список, ничего про нее не зная, но подумала, что, ну, Литрес врать не будет. И вот теперь ко мне она приехала. Судя по аннотации, книга легендарная, хотя совершенно непонятно, о чем здесь речь. На ней выросли такие фигуры, как Рэй Брэдбери и Стивен Кинг. Ну, в общем, так это сильненько сказано. Будем надеяться, что и книга окажется под стать этим громким словам. Еще один подарок. Он приехал примерно одновременно с проектом. И приехал ко мне очень издалека, и прям из Нью-Йорка. Это новинка от Энн Лекки. Воронья башня, The Raven Tower. Я не знаю, будут ли ее переводить на русский. Надеюсь, что да, потому что Энн Лекки, в общем-то, значимое имя для всех любителей фантастики научной и современной. Это лауреат Хьюго Небилы. Именно ее цикл, который начинается с романа «Слуги правосудия», он прославил ее. И это, почему я именно эту книгу хотела, попросила в подарок себе, потому что это фэнтези. Это очень интересно, когда автор научной фантастики внезапно переходит в другой, собственно, полюс. Часто и авторы научной фантастики, и авторы фэнтези уходят в что-то пограничное. Чаще всего это, оказывается, космоопера, приключенческая фантастика. То есть что-то близкое и понятное, как бы совсем на другую сторону, на терминую сторону силы. Они переходят редко, но потому что это полностью перестроение. И по тому, как ты делаешь подготовку к тексту, и у фэнтези свои особенности, у научной фантастики свои особенности, перестроиться бывает непросто. И, тем не менее, Энн Лекки решила рискнуть и выпустила в ареннюю башню. Это стендалон, это не цикл. И поэтому мне будет очень-очень интересно узнать, что же там внутри. Зацените ровность обреза. Зацените, я надеюсь, вам видно. Вот что это за чистокол? Это, я уверена, не фича, это баг. Американцам, походу, вообще пофиг, как скреплять. Листы, по логе. Книгу я купила совершенно случайно, проходя мимо очередного неизвестного мне книжного магазина. Собственно, не смогла пройти мимо. Это книга Мартина Пачнера «От литеры до литературы». Уже когда я ее купила, я узнала, что это не какая-то, знаете, я думала, что это случайно никому неизвестная книга, которую я откопала в маленьком магазинчике. Оказалось, нет, это просто суперновинка, и еще мало где она была к тому моменту, сейчас она уже есть везде. И это, по факту, книга по истории литературы. Опять же, обратите внимание на толщину. Понятно, что в такое количество страниц истории всей мировой литературы не влезет, и автор не пытался это сделать, он здесь выбрал вехи, самые знаменательные, по его мнению, вехи, такие как эпоса «Гильгамеш», например, да, «Учение Будды», «Дон Кихот», «Гёте». И о них пойдет речь в этой книге. И второе, что мне прямо очень понравилось, и почему я ее купила сразу же, потому что здесь доходит до Гарри Поттера, то есть вот с тех самых времен, да, и до Гарри Поттера. Мне это очень интересно, потому что часто, когда у нас книги по истории чего-либо, вы можете обратить внимание, у нас авторы обрывают, там, допустим, 1917 годом, да, говорят, что с древнейших времен до нашего времени, и наше время не затрагивают. Некоторые обрывают концом 19 век, очень-очень редко бывает доходит до Второй мировой войны, историческая шкала, и на этом стоп. Возможно, от того, что проще оценивать, да, то, что от нас отстоит уже на приличное количество времени, а вроде как то, что нам современно, тут с опаской люди подходят, как это, мало ли я что-то скажу, а на самом деле оно ретроспективно будет не так, да, и к Майке какое-то не то отношение будет. Мне кажется, очень важно довести до современности, чтобы мы проследили всю цепочку, чтобы она не оборвалась где-то там, знаете, на временах наших дедушек, прадедушек, и мы не чувствовали связи, то есть мы читаем про историю, но она закончилась где-то там, и мы не понимаем, мы-то как связаны, современность наша, как связана с этой историей. Поэтому очень здорово, что автор прослеживает до, собственно, практически современных нам книг, книг, на которых мы и росли, и эта связь у него непрерывна. Жду реально очень интересного чтива от этой книги, как всегда, огромное спасибо издательству «Калибри». Прикупила вторую часть диалогии про сверхзлодеев, суперзлодеев от Виктории Шваб. Я читала первую главу этого цикла, первую главу из первой книги этого цикла, которая называется «Зло», я ее читала в рамках «Try chapter that», и мне понравилось, реально понравилось, из тех книг, что я тогда читала, это было вот один из двух моих фаворитов, была Виктория Шваб, поэтому я без проблем, хотя я еще не прочла всю, я купила и вторую, это всего лишь диалогия, то есть все, цикл закончен, мне очень нравится оформление, у нее практически карманный формат, это, считайте, такой толстенький, твердый покет, очень круто выглядит, рельефные буквы, и я надеюсь, что вся книга будет, весь цикл, даже обе книги будут такие же интересные, как было в начале. Вместе со Шваб я не выдержала, поддалась и купила волшебников Льва Гроссмана, читать я их, конечно, планировала, это даже не обсуждалось, я пыталась смотреть сериал, но, если честно, мы посмотрели с мужем две серии, и, чтобы нам помешало дальше посмотреть, я понимаю, что, наверное, стоит все-таки сначала прочесть книгу, вообще я, в принципе, сторонница сначала книга, потом фильм. Даже если они очень друг на друга не похожи, я все равно сначала люблю прочесть первоисточник, потом смотреть экранизацию. Я очень люблю оформление, я, собственно, купила, потому что, наконец, создали в серии «Мастера магического реализма», у меня в этой серии Нил Гейман его «Никогде» и его «Американские боги». И вот теперь в этой серии есть Лев Гроссман. «Магия – это наркотик» – слоган этого цикла. Я надеюсь, что мне понравится, здесь, конечно, ни одна книга, я не знаю, будут ли издавать все книги этого цикла в этом оформлении, я не буду специально за этим как-то охотиться, дойду и там посмотрим, понравится ли мне и насколько мне захочется читать дальше. И, конечно же, у меня радость, большая радость, издательство «Корпус» продолжает переводить мою любимую Фред Варгас. «Детектив Фред Варгас. Холодное время. Предыдущая книжка» была в моем топе 2018 года, можете посмотреть это видео, если еще не видели. И я очень переживала, потому что «Холодное время» вышло еще в 2017 году, если не ошибаюсь, и вот долгое время не было ничего, хотя я видела на Гудрис, что есть уже новые книги у Варгас. И ура-ура, вот начало 2019 года «Чередной детектив», когда выходит «Отшельник». Если кто не знает детектива Варгас, это французский полицейский детектив о комиссаре Адамсберге и его команде. И всегда у нее в книгах есть в самом преступлении, в том, как оно совершено, всегда есть такой налет чертовщинки. Не в смысле, что это паранормальный детектив, нет, а в том смысле, что часто пресса, какие-то свидетели, которые были при этом, они начинают говорить, что это пресский рук дьявола, или там тут бывал оборотень, или его покусал вампир. То есть обстоятельства преступления наводят впечатлительных людей на мысли о потусторонней силе. Комиссар Адамсберг никогда в это не верит, и преступления, они оказываются сам не на есть человеческими, делом рук Homo sapiens, а вовсе не каких-то потусторонних сил. Но это добавляет своего изюма, за что мне тоже очень нравится вся эта серия. Надеюсь, Корпус переиздаст ранние романы, потому что сейчас с этим какая-то проблема. Их издавала Азбука до холодного времени как раз, и их сейчас не достать. То есть они больше, видимо, не утратили права на переводы Варгас, не переиздают старые. Я знаю, что народ очень хотел бы их прочесть. Корпус, мы на вас надеемся. И одна книга осталась перед тем, как мы перейдем к библионочи, к моим последствиям библионочи. И удивительно, что мне удалось ее достать в бумаге. Дело в том, что она на английском языке, и она претендует у меня на бест, на топ в плане книг по Литмастерству за 2019 год. Это уникальная вещь, пособие для писателя по Гарри Поттеру. Таких книг очень мало, когда берется конкретное произведение, или, в данном случае, конкретный цикл. И на его примере разбираются приемы, которые использовал автор. Здесь разбор очень подробный, с многочисленными примерами. Здесь автор со всей тщательностью, с всей фанатской любовью к циклу. А автор явно фанат этого цикла, потому что использованы многочисленные материалы из фанатских сайтов, форумов. То есть очень обширнейшее исследование. И здесь есть чему поучиться. Рекомендую я, конечно, тем, кто знаком с циклом. Не обязательно фанатам, не обязательно тем, кто хочет писать именно фэнтези, именно про подростков. Нет, это вовсе не обязательно. Здесь найдется для себя пользу, в общем-то, любой автор. Другое дело, что если вы совсем никогда не читали Гарри Поттера, вам просто будет многое непонятно. Вас ждет очень много интересных открытий. Потому что именно фанаты, они самые дотошные люди в том, что касается так любимой роулинг-закольцовки различных моментов. А их здесь очень много. Для меня даже было много сюрпризов, хотя я в свое время все это изучала и читала. Очень полезно. Я считаю, что таких книг должно быть больше, что не должны авторы книг по литмастерству, знаете, каждой главе, каждой мысли брать клочки из самых разных произведений, как это часто бывает. Потому что, с одной стороны, читатель понимает мысль, да, он видит мысль проиллюстрирована примером, хорошим примером из хорошего произведения. Но как это все вместе работает, этого нет. Потому что для каждой темы своя иллюстрация из вообще не связанных ни жанров, ни писателей. И это создает в голове некоторый диссонанс. Поэтому хочется, чтобы брали и другие книги и вот так вот разбирали на понятном для писателей языке. Переходим к Библионочи. На Библионочь мне повезло быть в Москве. Это была потрясающая писательская тусовка, пять дней бесконечного общения. Люди, я вас очень люблю, это было невероятно. До сих пор вспоминаю с теплотой. И, конечно, совсем без книжек я уехать не могла, хотя планировала, вообще планировала ничего не брать. Прямо сказала, ничего не возьму. Но у меня не очень получилось. Я купила книгу, которую мне Facebook очень долго подсовывал. И я решила, ладно, так и быть возьмем в честь окончания эпопеи, которые, как мои многие недовольны окончанием, а нечего было снимать сериал по недоконченному циклу, скажу вам так. Игра престолов и психология. Трэвиса Лэнгли. Душа темна и полна ужасов. И здесь разбираются поступки и мотивация героев как раз вот с точки зрения психологии, потому что автор дипломированный психолог. И, что приятно, автор поклонник цикла. То есть это не просто, знаете, психолог такой, написать бы мне книжку о чем-нибудь. О, Игра престолов сейчас популярна. Ну, я сейчас как бы на основе толкну свои идеи. Нет, здесь именно автор фанат. И он разобрал, конечно, все это, я надеюсь, с любовью и довольно глубоко. Единственное, жалею, что понятно, когда Лэнгли это писал, было только 7 сезонов. Не было 8-го, самого противоречивого. Но я думаю, что за 7 сезонов у него набралось материалов, и они все равно будут очень интересными. И последняя книга-подарок, которая у меня оказалась, и как раз это тоже писатель о писателях. Гульнар, спасибо тебе еще раз огромное за книгу Марии Степановой. Мария Степанова лауреат, вот, чтобы не соврать, большой книги в этом году. Но это издание вышло еще до того, как это было, за книгу памяти-памяти. Она получила премию. И здесь она разговаривает о самых разных писателях, не только о современных. Поэтому у нас здесь Донна Тарт, Сильвия Плат, Александр Блок, Владимир Высоцкий. То есть я тоже надеюсь, что это, конечно, любимые писатели, а не просто так кто-то взят с потолка. И это как раз взгляд, я думаю, совершенно другого писателя, нежели Алексея Поляринов. И это очень интересно. Прямо у меня мурашки по коже, когда я думаю о том, как это будет читаться. Редко встречающийся вид книг, я уже говорила об этом, и от этого особенно ценный. Она меня вдохновила на покупку книги, которая, я думаю, будет очень интересная. И она называется «Любимое слово Набокова-Лиловый». Это книга про статистику. То есть здесь мы можем, наконец, узнать, как много писателей начинали свои книги с описания погоды. Какая была средняя длина предложения, какие были любимые слова у каких авторов, какими словами они злоупотребляли, какие слова, наоборот, они не использовали. Все здесь в табличках, все здесь в графиках. И я очень... частота слова вдруг на 100 тысяч слов. Это прекрасно. Я очень люблю статистику, но надо понимать, что статистика в применении к литературе, она именно носит такой вот развлекательный, в основном, смысл. Поэтому, например, я не стала читать книгу «Код бестселлера», потому что там авторы тоже взялись за статистику, еще и по своей какой-то методике. Здесь, я так понимаю, просто как-то слов больше и так далее. Там своя методика, и они на основе этой методики попытались сделать выводы. Статистика не помогает писать бестселлер. Да? То есть как книга с началом о погоде, так книга и без погоды может стать бестселлером. Книга любого жанра может стать бестселлером. Я, кстати, в связи с этим рекомендую историю бестселлеров Фредерика Рувеллуа. У меня эта книжка есть, она совсем маленькая, тоненькая. И там как раз рассказывается о том, как создавались первые бестселлеры. И что это процесс от качества книги или даже местами от наполнения книги не очень зависящий. Бестселлер – это книга, которая хорошо продается. Не более и не менее. В связи с этим сразу вспоминается исторический анекдот о том, в книге Рувеллу он есть, о том, как было дано объявление в газету, что молодой холостяк-миллионер познакомится с девушкой, похожей на героиню из такого-то романа. Как вы понимаете, там за два дня весь тираж романа был раскуплен, и думаю, вы догадываетесь, кто дал это объявление в газету. Вот вам отличная технология по созданию бестселлера. Сейчас она уже, к сожалению, не работает. А буквально еще сто лет назад она работала на ура. Поэтому всякие статистические выкладки читать просто интересно для, не знаю, для кругозора, для любопытства, для того, чтобы улыбнуться. Это никак не поможет просчитать, будет ли ваша книга бестселлером. Она должна... вам придется самому предложить много усилий, чтобы как-то это реализовать. И вам, и издателю, и еще много кому. Следующей книгой хочу повиниться перед вами в страшном грехе. Как вы знаете, есть такое понятие, как автор одного романа. И когда мы это говорим, нам чаще всего приходят на ум Харпер Ли с «Убить пересмешника» и Селлинджер с его пропастью воржи. Так вот, я хочу повиниться в том, что есть автор, которого я долгие годы, не знаю по какой причине, без всякой причины, тоже считала, что это автор одного романа. Простите меня, пожалуйста. Я почему-то так думала, хотя совершенно у меня не было на это никаких оснований. И я для искупления своей вины решила купить еще одну книгу этого автора, чтобы хоть как-то вообще... Я чувствовала себя очень неудобно, когда увидела его в магазине и поняла, что все это время я была не права. Я говорю о Кенни Кизе. Это автор знаменитой книги про «Тайны на гнездном пукушке». Собственно, автором «Кукушки» я его и считала всю жизнь. А это издали... У него не одна книга и не две книги. Не книга о «Кукушке» и вот это. Нет, у него больше книжек. А это издательство «Азбуков» красивой серии «Азбука премиум». Вот с такой вот суперобложечкой, под которой еще красивая обложечка. Издала его последнюю книгу. Она называется «Последний заезд». Это книга про Родео, про лошадок. То есть, в общем, много любимых тем. А здесь. И я надеюсь, что это... Ну, не то, что не хуже «Кукушки». Сложно сравнивать что-либо с «Политой на гнездном кукушке». Это невероятная книга. Но я надеюсь, что она тоже на уровне. Еще раз простите меня, пожалуйста, мистер Кизи. Я не знала, что вы еще написали что-то. Следующая книга меня спасла от депрессии практически, писательской. Дело в том, что меня мучили сомнения по поводу клише в книге, которую я редактировала. В частности, мне казалось, что, например, «Вампиры» это уже, в принципе, клише или «Драконы» это уже, в принципе, клише. И вдруг я случайно, гуляя по книжному магазину, увидела книгу. На ней было видно, что это бестселлер «Нью-Йорк Таймс» номер один. Продано там миллион экземпляров. И я переворачиваю. Я знала про эту книгу, знала про этот цикл. Не хотела читать, не планировала и не знала, о чем там. И вдруг я переворачиваю, и там надпись «Мир ведьм, демонов и вампиров». Тут я понимаю, что, блин, нифига не клише. Даже если клише, то они по-прежнему работают. «Открытие ведьмы» Деборы Хартнес. Цикл у нас, если что, переведен. Это я уже, так, знаете, из восторга от того, что меня вывели из депрессии. Я купила ее в английском варианте, в оригинальном. А вообще вся трилогия у нас переведена. И эта история, я так понимаю, про ведьму, которая из древнего рода сталкивается как раз с демонами, сталкивается с вампирами в современном мире. У нее завязывается история любви. То есть здесь еще и любовная история даже возможна на первом плане. Я не уверена. Но высока вероятность, что. Но, тем не менее, я сама прочту бестселлер все-таки. И осознаю, что клише не всегда плохо. Я надеюсь, что осознаю. Хартнес, кстати говоря, напишите в комментариях, как вам. Потому что я видела, почитала все-таки отзывы немножко. Видела, что как раз любовную линию все ругают. А описанный мир, вот, ведьмы и все это хвалят. И две книжечки осталось. Одна из них как раз вот третья книжечка. Писатель о писателях. Тоже я с Москвы. Да, это был конец моей Библионочи, кстати говоря. То есть, в общем, я дешево отделалась по сравнению с теми грудами, которые я видела у других буктюберов. С Москвы я хотела эту книгу. Долго ходила вокруг да около. Потом Губинец предложил мне достаточно вкусную скидку. И я все-таки ее взяла. Книга Бориса Зайцева «Утешение книг. Вновь о писателях». Борис Зайцев — это писатель Серебряного века. Лично знакомый с большинством наших классиков. Знакомый с Горьким, с Бальмонтом, с Ивановым, с Буниным. Очень красивое оформление, интересное. Посмотрите, вроде бы суперобложка разворачивается вот в такую вот единую обложку с, в общем-то, портретами как раз классиков, у которых здесь идет речь. И Зайцев прожил очень долгую жизнь, прожил ее в эмиграции. Оставил огромное количество записок, эссе, воспоминаний. И, в общем, они легли в основу этой книги. Он больше публицист, чем романист. И благодаря ему мы имеем возможность прикоснуться как раз вот к тем временам и тем писателям. Жду, что это будет прямо очень интересно. Я не зацикливаюсь на том, чтобы читать только о современных авторов. Мне вообще, в принципе, нравятся такие воспоминания. Должно быть очень здорово и очень, как я уже сказала, нравится оформление. Но, с одной стороны, это Покет. Но у него есть вот эта вот твердая обложка, неотделимая от него. Так что, надеюсь, книга прослужит долго. Спасибо всем, что посмотрели этот длинный ролик. В следующий раз, я надеюсь, книжек будет меньше за следующий квартал. И совсем скоро уже, надеюсь, снимать для вас прочитанное. Всех люблю!